первый вопрос о вашем впечатлении естественно концерте в московском это было круче чем выступление перед президентом сша она все она какая она все круто но по-своему я вообще не люблю сравнивать концерты все как-то потому что я люблю именно вот что когда есть концерт как бы такой момент без времени вот ты действительно в этом моменте находишься ты не думаешь как это будет воспоминаться или что будет в будущем и как об этом буду думать а вот именно вот быть в моменте с другими людьми и и для меня это конечно вчера это то есть это было это было очень эмоционально потом как бы я концерт сыграла но я чувствовала как будто я что я себя должна была держать ну как говорят в руках сильно а потом когда сцена я просто плакала потому что это было очень это было очень замечательно и странно вот такое чувство как ни в каком другом городе ну конечно что это ваш родной город в котором в общем не были очень-очень давно да и что когда главное что я себя когда была маленькая я подготавливал себя но все мы подготовили подготавливать а концерту в кругу сити холли они от подготовили себя что никогда не сможем вернуться поэтому как бы с кем можно было прощаться кто знал что уезжает так с ними прощались навсегда а и с многими вообще нельзя было попрощаться потому что это как бы было не принято говорить что уезжаешь и все это было так тихо и там что-то случилось и и я я очень была потрясена не только что у меня был шанс вот вернуться сюда просто вот как не знаю просто вот в тот город в ту страну откуда я причем вернуться в качестве звезды вот вернуться с музыкой что я смогла вот сыграть и что есть кто-то кто кто хочет слышать мои песни ну программа ваш стандартная гастрольная было или для москвы вы как-то подготавливали свою программу программа была большинстве а какая она есть вот но для 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 россии вообще я и для питера и москвы я я постаралась у меня я сделала запись когда я перевела мою песню на микки типа на русский сама поэтому у меня творческий перевод где я могла делать что угодно и и вот этим я позанималась чтобы вот именно спеть эту песню по-русски а а а куджава вот кавы которые я делала я видел на ютюбе выложено спасибо гораздо лучше оригинал и на самом деле не сказала поэтому а мое я про про свои ощущения считаю что это гораздо более чувственное исполнение спасибо я вот эту песню особенно молитва а я сделала 2 2 кавы версии 1 старый пиджак если которые очень люблю я слышал обе а а вот молитвы я играю во всех странах и русском да на русском и и люди очень люди очень любят русский язык потому что когда не понимаем смысла да и и сам интересное что она чувствуется вот у меня совсем по-другому вот когда я пою по-английски и когда я пою по-русски но когда я очень часто вот даже когда я на концертах когда я сделала диск бегом тихо до 1 до дебют но он он не 1 1 1 который прогремел он стал очень 1 1 совет китч 1 1 это совет китч правильно нет первый совет китч 3 у меня теперь 6 но 1 спасибо и когда я в разные страны приезжаю и пою доходит до часть пастернака песни по-русски то очень часто люди на фестивалях или на концертах вдруг вот начинают аплодировать вот просто вы при этом позиционируете себя ведь как американскую певицу или как еврейскую певицу я я смесь всего откуда я пришла конечно у меня есть большая часть меня это вообще разделять себя на части так трудно я там женщина еврейка из россии из нью-йорка американка поэтому это все она как она все смешано это себя не делишь как ну вы вопросом еврейства много удаю время и уделяете внимание в интервью то есть когда вы беседуете журналистами вы про по ночку вы про это очень много думаете но тобой об антисемитизме конечно об отношении к израилю в мире да но это это мне кажется что а как бы так это сказать правильнее по-русски я хочу по-русски не надо подумать не надо практиковать наверное когда вот люди как бы думают о том о чем их мир заставляет думать и поэтому я думаю что вот если бы это никогда не чувствовать допустим никогда не чувствовался антисемитизм или допустим сексизм когда то есть это и ты бы себя никогда не чувствовал что вот тебя отделяет потому что женщина или тебя отделять потому что евреи или там любая нация для тебя там это любая майна и и любое меньшинство тогда ты бы об этом и не думал так сильно и не говорил но когда тебя как бы это становится большой частью твоей жизни что что ты чувствуешь себя каким-то особенным нет а я не знаю если особенно вот другим тебя иногда вот тебе все время напоминает что то что ты ты немножко другой и она иногда позитивно иногда негативно но вот тебя все время на так она при этом вы думаете на каком языке вы думаете по-русски когда я говорю по-русски а думаю по-русски когда я говорю по-английски не Panther вы не говорите уже когда им смотря наверное какое настроение чем я думаю а посчитается что язык определяет менталитет я поэтому мне интересно кико кем вы себя ощущаете мне кажется что все определяет менталитет допустим если я сидела здесь с вами в платье из и красные ботинки были все влияет атмосфера влиять если мы сидели в замке мы бы себя чувствовали по-другому и и мне кажется что это как бы мы все-таки как как животные как хамелеон то есть хамелеон что может быть что то что когда вот на меня повлияла иммиграция в таком раннем возрасте тем что я как бы вот мы уехали за и за из россии в вену потом в италию и потом в италию потом в америку в америку сразу в нью-йорк сразу в нью-йорк и сразу в бронкс и там много разных наций и нам уже пошли в еврейскую школу это что же вы же пошли него не в обычную школу вы пошли в еврейскую школу это образование тоже в общем когда это было степени дамеру очень интересно у меня допустим с раннего возраста было всегда желание почувствовать связь с людьми разными людьми поэтому когда ты хочешь чтобы тебя поняли ты всегда подстраиваешься ты хочешь услышать как люди и ты вот у меня меня всегда не всегда мой муж говорит что когда я приезжаю в париже я говори с моим у меня много хороших друзей в париже что вот пять минут я с ними и вдруг у меня меняется акцент меня меняется грамматика я начинаю говорить как они когда я приезжаю в швецию у меня там телевидение какое-нибудь интервью я потом если я посмотрю у меня акцент совсем другой чем и это просто идет от того что я хочу чтобы меня поняли я вижу как они говорят я пытаюсь я это и в музыке люблю что даже если я допустим не знаю не знаю немецкие не знаю там очень хорошо французский но вот если у меня что-то есть я могу вложить как бы все что я знаю все моем не разрешает про музыку не довелось читать что вас перепахал свое время альбом rubber soul это правда да мне вообще все битлз а мы еще здесь в москве слышали много слышали битлз слушали я знала я знала все битлз мой папа делал очень много записи кассеты у нас было дома куча кассет битлз смотри blues queen и и я выросла слушая эту музыку то есть у меня у нас был вот высоцкий а куджава много классической музыки и битлз вы знаете песню битлз назад в ссср сейчас это вот просто можно сказать что слоган вашего то вашего турне вы вернули бы вернулись страну скажите вы собираетесь посмотреть свой дом выхина то есть взглянуть как и как это выглядит насколько это я я очень долгое время как бы боялась потому что я боялась что у меня заменится все мои старые воспоминания на новые я не хотела я хотела чтобы вот у меня было как два слайд которые можно посмотреть одновременно но конечно нельзя делать договор с памятью но но я на данный момент просто очень хочу увидеть а что х что еще хотите посмотреть москве в оставшиеся несколько часов я я очень хочу я вообще хочу посмотреть но всякие места где я была если бы у нас получилось было бы возможность я бы очень хотелось ездить в шереметьево потому что мы всегда есть время шереметьево вы будете летать поэтому это я не знаю меня с географии вообще я не понимаю вообще география москвы отлично с музыкой это самое главное когда как но но я я да я бы я хотел я хочу на красную площадь конечно потому что я там не было с кажется может быть даже последний год что мы были я там не было ни разу и но если было время я бы хотела им большой театр и везде мысли посмотреть или сходить на постановку или посмотреть и оба я хотел я с удовольствием хотела сходить на постановку когда я вот у меня сейчас был первый раз я первый раз жизни попала в питер потому что там я очень сердилась на родителей что за мои 9 лет они меня не было так не было так жалко особенно моя кузина она там была я не была поэтому у нас была целая ревность на эту тему ну вот я первый раз съездила и я хотела там провести намного больше время и даже я узнала что там будут идти балеты айфмана и ну вот с удовольствием я бы хотела сходить вот на какую-нибудь театральную пьесу потому что я никогда не могу смотреть вещи парус на русском языке я ходила у нас metropolitan в нью-йорке на опере делали нос и и я я очень люблю эту оперу я но там он было набор там были некоторые русские певцы а некоторые которые вот просто и так смешно слушать когда с акцентом поют по русски ну что ж я надеюсь что теперь вы будете приезжать на родину чаще и у вас будет возможность посмотреть все что вы хотите а у будет возможность посладиться вашим творчеством и здесь фанатскую армию безусловно такой же как существует во всем мире огромное вам спасибо спасибо огромное я надеюсь тоже никогда не испытываете жажды старое доброе мы и мы и мы и мы и